Заглядывая в хитросплетение узеньких переулков, по неволе пытаешься представить, каким он был, Кёнигсберг. По этим улицам гулял знаменитый философ Кант. В атмосфере Средневековья искали вдохновение поэты. «Неребель штакт, эсфельда слаб, шэнк айден, вайн, дэн, холден, вирволен, унстен, граун, так, фэрголден, я фэргольден». Это отрывок из прекрасного стихотворения Тайдора Шторна, который какое-то время проживал в Восточной Пруссии и вполне возможно, что бывал в Кёнигсберге. Каждый рабочий день начинается с погружения в прошлое. Немецкая поэзия в подлиннике для настроения. Старинные фотографии, а их собрано порядка 10 тысяч для максимально точной, детальной проработки каждого здания. «По фотографиям мы высчитываем, сколько было окон, как выглядел сам фасад, этажи. И когда мы чертим, основываясь тоже на архитектурных каких-то данных». В последние месяцы Великой Отечественной Кёнигсберг был почти полностью разрушен. Гитлеровская цитадель пала под натиском советских войск, а вместе с ней безвозвратно исчезла причудливая архитектура старого города. «На этом месте раньше был один из центров деловой и культурной жизни Кёнигсберга. Остров Кнайпхов – это 15 улиц и две площади, городская ратуша и университет. Сегодня остров Канта – это парк и единственное чудом уцелевшее здание Кафедрального собора». Именно под этими готическими сводами, где сейчас располагается музей, родилась идея воссоздать Кёнигсберг, пусть даже только в миниатюре. Альберт Дырышев 40 лет проработал в областном проектном бюро, создавал современную архитектуру Калининграда. Четыре года назад приступил к строительству прошлого. За основу был взят подлинный архитектурный план Кёнигсберга. «Кадастровая карта Кёнигсберга – это более точная карта, которая позволяла работать архитектором Кёнигсберга. На этой основе и по фотографиям того периода мы и строим Кёнигсберг 1937 года». Картон, бумага, деревянный шпон, хирургический скальпель и железное терпение. Уже построено около тысячи зданий, впереди еще несколько сотен, плюс множество деталей. На улицах Кёнигсберга появятся макеты трамваев, все памятники и даже уличные фонари тоже займут свои места. Но это, говорят авторы, только начало. «Вот такой город был в 30-х годах. Мы сейчас ставим вопрос, мы хотим поставить вопрос, каким город был, например, в 15 веке. То есть, когда стадия развития, уже сейчас мы начинаем думать про вопрос». Работу над макетом планируют завершить через год-полтора. Модель Кёнигсберга займет место в экспозиции музея, где каждый сможет совершить виртуальную прогулку по старинным улочкам города, которого нет. Максим Румянцев и Виталий Ременец, телеканал «Звезда», Калининград.